МЧС России призывает регионы проверить объекты здравоохранения на предмет пожарной безопасности. Поводом стала трагедия в Воронеже при пожаре в психоневрологическом интернате. Там погибли 23 человека. Поручение министерства уже взяли на контроль в Главном управлении МЧС по Неницкому округу. Об этом сообщил заместитель начальника ведомства Андрей Брылёв на расширенной планёрке при губернаторе округа. По поручению Министерства МЧС России отчитаться о выполнении поставленной задачи регионам необходимо до 25 декабря. В кратчайшие сроки направить в Главное управление информацию о состоянии объектов здравоохранения, соцзащиты, особенно где круглосуточное пребывание людей присутствует, для того, чтобы мы спланировали тактико-специальные учения до новогодних праздников. Кроме того, специалисты МЧС проведут занятия, в ходе которых отработают порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях. По словам Андрея Брылёва, особое внимание необходимо обратить на порядок эвакуации нетранспортабельных больных. Также по поручению Министерства и учреждения здравоохранения в обязательном порядке должны составить график контрольных посещений руководителями объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием в период новогодних праздников. В работу по выполнению задач уже включилась Неницкая окружная больница. Вчера издан приказ о проведении внеплановой проверки пожарной безопасности совместно с МЧС отработаем тактические учения. Глава региона Игорь Кошин поручил расширить список объектов, попадающих под контроль. Департаменту образования совместно с главным управлением МЧС поручено отработать все те же действия в интернатах, общежитиях и прочих объектах с круглосуточным пребыванием детей. Это же поручение касается руководителей всех объектов здравоохранения и образования в сельских населенных пунктах округа.